здравствуйте друзья мы с михаилом бородянским и светланой едем из мистери спад я сюжет отдельный повешу как там всякие чудеса изучали возвращаемся мы в кремниевую долину после пары дней в санта круз и у нас сегодня вечером где-то в 730 у нас такая какой презентации как мы назовем презентации презентации на пару часов придут люди им расскажут о том какой тренинг и о чем это будет вот в субботу и воскресенье довольно продолжительное такое мероприятие с 10 утра там до 5 30 там до такой вот и просто чтобы они могли прийти послушать у кого время и и я так понимаю что многие из нас далеко и прийти послушать не могут плюс я сам я буду там на тренинге но я как бы чек темный в отличие от светланы которые там много курсов берется их она более продвинутая я вот когда думаю об этом я думаю о наших студентах но в первую очередь потому что я ну как бы каждый день с этим имею дело и я вижу проблемы такие психологического что ли плана так и я не говорю уже там про что-то требующее медицинского вмешательства но все-таки люди нервничают вот допустим человек нервничает когда нужно идти искать работу вот сама по себе вещь такая вот у тебя есть резюме у тебя есть знания ты прошел какой-то курс все что от тебя требуется ну казалось бы ну 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 пошел и сделал то что сказать сказано же все расписано все ну там повесил резюме пришел поправили берешь трубку когда звонят а тебе звонят ну ну то есть по алгоритму мы работаем вот в чем проблема что происходит вообще почему человек не берет трубку когда звонят но это допустим нервничать ладно но почему почему два человека которые сидят и добросовестно рассылают резюме по алгоритму у одного вот так а другой с несчастным видом и и вот такое ощущение что этот несчастный вид его видно там по электронным сетям там рекрутерам и компаниям которые на него допустим могли бы посмотреть но не могут ну что происходит есть объяснение есть много объяснений этому что связано прежде всего с нашим внутренним состоянием мы это даже можем не заметить нам кажется что мы на хорошей волне и все у нас должно сложиться а внутри мы такие разделенные какие-то мы не находимся в контакте с собой со своим ресурсом со своей интуицией и когда все хорошо когда мы в привычном месте привычной стране с привычными связями нам легче прийти в этот контакт и мы все знаем что есть у нас состояние в котором нам прет вот если бывало в жизни везение какой-то такая очень белая хорошая полоса да то вы замечали что это некое особое состояние внутри и когда мы в стрессе когда что-то происходит не так когда очень значимые процессы нас всегда вводят состояние тревожности какие-то очень значимые вещи в нашей жизни то что для вас важно да то мы вот из-за этого контакта с собой выходим у нас как бы отдельно наша внутренняя нашего то что мы делаем снаружи то что мы говорим и кто-то это замечает и говорит ой мне так тревожно я прямо не вижу себя в руках не знаю что а кто-то этого не замечает и привык в этой обстановке жить но контакта с собой нет и не поймать вот эту вот волну не поймать то состояние в котором мы оптимальны в котором мы чувствуем что нужно сказать что нужно сделать куда пойти и есть некие способы как мы можем даже очень тяжелой обстановке вот в это состояние контакта с собой приходить а есть люди которые никогда в жизни вообще в контакте с собой не были или это через чур я думаю люди которые говорят что мне всю жизнь не везло от рождения что я вот родился меня значит уровень уровень ура уронили это жестко когда вы родили на диван это раз неаккуратно меня уронили на диван меня дали не в тот детский садик меня там кормили не тем потом я была не та школа меня там плющили что-то еще вот все все у людей получалось нехорошо и спрашиваешь а ты хоть знаешь как вообще вот живется когда все классно я не знаю такого не было никогда вот тяжелый случай то есть это как бы самоощущение то есть может быть другой был позавидовал как у него все хорошо а он просто внутренне считается ему не дадали с одной стороны это самое ощущение другой стороны от этого ощущения формируется событие вокруг нас этого это как раз есть управление своим состоянием чем больше то есть чем больше ты думаешь ой с работой нынче плохо да тем хуже тебе будет с работой да но с работой правда может быть плохо и действительно может быть ситуация с большой конкуренции и человек который не очень имеет себя презентовать и которого нету навыка нет опыта и вот что делать а у него как раз и есть это прекрасный выход когда он может сложными упражнениями ничего такого сверхъестественного некие психологические упражнения которые ему позволяют вот войти в этот контакт с собой очень спокойное состояние очень уверенное состояние внимание того что да вот я сейчас вырулил на свой собственный путь это не восторг это не какая-то эйфория это вот такая внутренняя уверенность что даже у него тело меняется и я на тренинге когда я делаю поздно сомпоза осанка некая форма тела я на тренинге вижу время упражнения что смотрю вот люди так у них даже как-то изменилось внешний вид форма и я вижу в обратную сторону я вижу как они приходят на интервью у нас школе я смотрю они какие-то сутулились и прямо вот это ну совсем вот согнулись и вот так вот ну вот разные того есть причины и отсутствие навыка и неуверенность и так далее и если вы владеете этими несложными приемами чтобы прийти вот контакт с собой и почувствовать как медитация что ли такое медитация минимальное количество это некий образ мысли это некая правильная сейчас модное слоткость позиционирование меня моей цели некого запасного варианта вот правильный формат отношения так я называю это тюнинг мышления некая настройка определенным образом того как мы мыслим как мы относимся к нашим целям и что замечает что он за несколько минут вошел в другое состояние и в этом состоянии он чувствует собеседника на том же сам интервью он чувствует свои сильные стороны узнать как их подать даже если об этом не думать все равно это происходит иногда непроизвольно а вот такая вещь например мы все я думаю от всех нас слушает мы все замечали что иногда вот для того чтобы чего-то получить надо просто отпустить вот вот эту мысль как тебе это важно как тебе это нужно и когда же она придет просто отпустить то я может быть пропущу там человека сзади этот как-то уперся там проезжать человек в принципе да одно дело отпустить как если хочешь купить там какую-то машину получше да не складывается отпущу и все другое дело отпустить вещи которые правда сверх важные когда это касается трудоустройства когда нету какой-то финансовой подушки когда это это очень важные вещи здесь слова отпустить она ну звучит хорошо выполнимо трудно хорошо дать я вам усложню задачу давайте значит человек который там под присмотром там моим значит хорошим присмотром вот и он нервничает это ладно а вот например человек который выиграл грин карту в лотерею то есть он не то что против но он конечно так вот может быть не ожидал знаете что такое бабах и вдруг его нужно побежать туда побежать сюда четко чет такое собрать языка у него особо нет значит профессии он не знает чего то ли воспользоваться то что то ли можно то ли нельзя воспользоваться куда ехать он не знает толком не к кому ехать и вот начинается как комок порах этих вот проблем я понимаю что наверное можно как-то успокоиться да то есть какие-то вещи которые могут человеком там сделать более спокойно но с точки зрения вот вот у нас курс я еще не слушал но завтра мы начнем но все-таки в управлении событиями в жизнь это условное название такое да 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 это мы монологи вы да нельзя реальность просто но но все-таки что мы что за упражнения такие вот грубая даже если я не спрашиваю про сами упражнения чего может добиться упражнениями человек которого предстоит вот такой ворох дел и собственно ну ну реалистично что он может ожидать человек может добиться того что он в любой сложной ситуации принимает самое оптимальное решение из возможных это значит что я очень хорошо понимаю что у меня главное куда мне большую часть моей энергии направить то есть он начнет понимать глава да да это даже больше на уровне ощущений таких это не нужно сидеть и думать так а что у меня да что у меня главное это или то это вот так много о господи меня голова болит приоритизация происходит автоматическое как чувствует да вот это мейнстрим и я должен по нему двигаться и большая часть их сложности они на самом деле сложности которые но у нас главе и конструкции да мы же не знаем какая это реальность на самом деле и когда мы на своем этом пути находимся оптимальный вариант некий то мы чувствуем что это все проще происходит все вещи которые там казались такими архи сложно и как-то нормально складываются вот что называется оказаться в нужном месте в нужное время вроде само собой да и я знаю что мне ехать нужно в другое место это долго ехать но если вы в правильном состоянии то вы смотрите вы тут отъезжаете быстро если где-то очередь то ваша очередь движется быстрее и это то как мы своим отношениям своим состоянием влияем на реальность и магически вот мы кстати сами ездили здесь сколько две недели и несколько раз было такое что вы сейчас мы встанем в пробку помните да и я говорю мы не встаем в пробке или где-то еще мы встали в пробку я говорю сейчас пробка разруется и у других людей пробка не разруливается она разруливается у нас потому что ну кое-что я делаю вы что-то уже умеете делать и и со стороны смотришь на кашу волшебство они дают здесь магичат чего-то нет есть у нас варианты в нашей жизни если самый оптимальный там где ну вот там прет где жизнь нам движется навстречу есть вариант некий средний есть вариант тяжелый где мы везде встречаем препятствия и это просто как три разные дороги если мы можем научиться даже не столько разуму а каким состоянием чувствовать я вот сейчас чуть левее сверну и это другая дорога мы не знаем наперёд что там будет но это нам дано в ощущениях не первый день живем вот то мы каждый раз при каждом выборе делаем правильный выбор это как бы трансерфинг вот этот самый да ну можно назвать трансерфинг можно назвать некое ощущение есть люди интуитивные которые и так всегда живут у меня есть участники группы которые говорят мы так жили давно и все это делали просто мы не очень понимали конкретно что мы делаем не очень знали эту структуру поэтому я думаю что многие люди так или иначе с этим сталкивались когда они и незначимость как-то понизили того что происходит и вырулили на правильный путь а это все инструменты это все инструменты мы их не умеем повторять мы когда-то оказываемся в этом хорошем состоянии и нам прет но мы не можем это сделать по заказу более того как не умеем просто не умеем не знаем как когда на нас наваливается масса проблем то бы как будто бы забываем этот навык мы отключаемся вот от своей интуиции мы принимаем какие-то решения осечка еще осечка и появляется еще больше проблем мы еще больше в стрессе и еще дальше загнано туда я помню какие-то свои сложные ситуации которые были например с финансами когда есть там большие долги большие проблемы мы звонят соответствующие с требованиями и каждый раз чувствуешь себя как это молотком прибили ниже 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 и какое тут управление событиями какой тут выход в состоянии да чтобы найти как выжить в этой ситуации и вот тогда как раз появились мои самые действенные для меня и для людей инструменты когда какая ни была жесткая какая бы ни была жесткая ситуация как бы ни было тяжело но все равно есть что-то что мы можем сделать за за несколько минут мы чувствуем а мы уже отсюда выплываем через несколько часов мы чувствуем да я могу ситуацию взять свои руки я всегда говорю что пульт управления он всегда у нас руках пульт управления нашим состоянием осталось быть тем что есть вокруг даже если кто-то пытается со стороны нам палки колес там да это может быть сложнее это может быть легче но пульт всегда у нас руках и всегда есть некий вариант действий который нас выводит в плюс позитивно многие это декларируют да там мысли позитивно Михаил давайте я усложню задачу еще больше значит сначала у нас была легкая задача человек которому все сказали и осталось только сделать он нервничает потом была задача перед которым стоит клубок проблем значит как ему выкармать теперь человек который хотел бы иметь тот клубок проблем но он еще не его не имеет вот он хочет эмигрировать он хочет он играет в гринкарт лотерею он может быть пытается получить рабочую визу найти нанимателя в сша там по своей профессии в которой может быть большой молодец он может быть хочет попасть на стажировку в сша он там резюме рассылает я не знаю разные есть есть женщины замуж хотят выйти особенно вот допустим когда ты постарше вот там допустим тебя 40 лет или там 45 лет шансы такого человека например женщины такой выйти замуж на родине как бы минимально а допустим здесь она вполне как бы человек хочет чтобы у него появился ворот вот тех самых проблем на которые надо теперь разрешать вот это тоже я больше вы скажете ну конечно в известной степени там можно и это значит но все таки как звучит что это реально как звучит запрос это запрос определиться с тем что мне делать или возможно ли то о чем я мечтаю вот допустим если я наметил что вот я играю в гринкарт лотерею вот я могу что-то сделать но может наивный вопрос лучше бы как-то шансы увеличить свой на выигрыш а увеличить до довести до 100 процентов нет хорошо а давайте увеличим а как увеличить конкретный алгоритм нет ну идею вот вы видите отношения отношения здесь тоже очень можно поработать с важностью потому что когда человеку нужна эта гринкарта или вот вообще смерть то вероятность выигрыша она становится меньше очень многие выигрывают даже забыв про то что играют а когда мы это место как говорится уменьшаем значимся отпускаем то вероятность больше и так работает с очень разными вещами с поиском работы человек старался старался искал очень очень это как бы получается перегруженное место мы очень умеем себя сфокусировать на какой-то проблеме или задаче даже больше чем нужно и получается что да мы все сделали хорошо сделали правильно там подали заявление а теперь нужно нужно дать жизни пространство подействовать а знаете что я замечал вот человек подал там заявочку вероятность там один процент может полпроцента и он дальше следующие полгода он уже не живет он живет мыслями о том как он приедет он как он выучит язык какая будет работа вот у нас на канале они задают вопросы про налоги они задают вопросы про школы про прививки там про я даже не знаю как быть с инвалидностью или там у ребенка аутизм там и тогда то есть миллионы вот этих вот вопросов до тончайших деталей при том что они еще не выиграли то есть не то чтобы они уже живут там они уже визуализируют понимаете уже пошла визуализация визуализация стука неплохая только нужно отличать визуализацию от перегрузки важности я могу визуализировать как я живу в Америке и все у меня складывается когда меня спрашивают ну а если ты не выиграешь если я не выиграю я буду делать это это и могу себе представить в отсутствие важности если важность зашкаливающая то человеку очень сложно представить запасной вариант а запасной вариант это тоже метод да и там есть свои нюансы как этот запасной вариант делает это некое ноу-хау то есть ряд инструментов они работают на запасной вариант это прекрасно работает когда люди хотят завести ребенка и у них не получается получается год, второй, третий они делают ЭКО и еще какие-то вещи и они настолько включены в эту тему что они не дают жизни, пространства для реализации этого потом проходит время они отчаиваются решают ну все значит там не судьба что мы делаем или мы живем без детей или мы ребенка усыновляем это про беременность, своего родили и все все произошло понизили важность и появился запасной вариант какой-то они не отказались от мечты своей они сказали все нам теперь ребенок не нужен значит они убрали с этого места важность и то же самое касается грин карты и подобных вещей которые в жизни похожи на лотерею можно себе представить это взаимодействие как есть я и есть жизнь и чтобы что-то в моей жизни произошло мне нужно самому некие усилия приложить ничего не будет само по себе происходить но мне нужно вовремя остановиться и сказать я сделал то что мог а теперь ну жизнь да мячик на твоей стороне и теперь я даю пространство жизни чтобы это все реализовалось и есть люди которые не делают свою часть они ждут что жизнь им что-то принесет подарит а есть те кто делают свою часть и дальше они вот в это вцепились и нету пространства и они не дают мячик жизни чтобы жизнь сыграла свою игру а у меня знаете что бывало я вот например никогда в жизни не заработал ни копейки когда хотел заработать копейку то есть вот я куда-то инвестировал я изучал материалы все должно было бы получиться но мне так хотелось чтобы получилось что по совокупности я проиграл то есть были случаи я конечно где-то выигрывал где-то там но по совокупности на продолжительном промежутке времени я смотрю что я вот что что инвестировал что инвестирую а там где я реально заработал я даже и не пытался заработать а просто ну жили мы вот ну так надо было тут надо было там а потом оказалось что это там шикарные шикарные инвестиции оказалось да о том же дать пространство жизни чтобы жизнь в этом месте подействовала и что еще интересно вот это вот соотношение сколько делаю я для достижения моей там не знаю цели мечты сколько я оставляю в жизни оно тоже может быть очень разным и моя-то цель там в моих собственных задачах обучения участников групп чтобы то что вы делаете оно было по объему усилий минимальным но очень точным и вот это вот точность прочувствовать научиться понимать что вот из огромнейшего количества действий что нужно сделать а остальное можно или почти не делать или то минимальное количество сил вложить то что есть люди вокруг нас смотришь ну вот у них все складывается да подал участвовавши в интервью выиграл пошел в интервью получил работу что они делают чем они отличаются что такое удачливость как качество человека это умение минимальными движениями но очень точными запускать некие события в своей жизни ну они же не специально они просто живут у кого-то да у кого-то это дается от рождения есть такие люди таких небольшое количество но мы с вами обычные смертные мы можем научиться это делать и я много лет потратил чтобы понять что они делают то вот те кто ничего не делает ну не то что ничего не делает мало делает но очень эффективно ну понятно в итоге в итоге понятно да причем это такой комплекс разных дел и вот у них это происходит и интересно что не так важно какого масштаба задача стоит то есть даже большая у меня есть очень разные клиенты и есть люди которые приходят с вопросом вот мне надо там не знаю экзамен сдать какой-то или надо получить место какое-то на работе а есть люди которые приходят и говорят у меня вот тут компания у нас потери идут на миллиарды рублей это не доллары это рубли вот и и рынок падает в россии правда и нам нужно это как-то пусть не повернуть спать но хотя бы удержать а инструменты те же потому что вот та система которой мы управляем неважно это моя собственная жизнь моя семья или моя компания она живет по тем же самым законам то есть системы разные но в той мере в какой она система она по тем же принципам функционирует и вот научиться в разных ситуациях жизни вот этим тонким точечным движением ну мы что прям за два за два дня научимся мы не просто научимся я еще хочу убедиться что вы этому научились это поэтому это не просто лекция я могу начать лекции и дать делайте да мне интересно чтобы мы там ну пусть не все 28 инструментов здесь прямо отработали и увидели эффект но половину мы должны отработать и понять что да мы это взяли в актив и часто бывает у людей события происходят во время тренинга у нас интенсив правда у нас на эти события есть немного но есть я обычно когда веду за границей тренинги то там есть только ночь паузы и люди приходят в воскресенье утром и говорят а у нас вот за ночь уже это это произошло не у всех разумеется давайте я вам вопрос такой задам я не знаю насколько это в русле но вы у меня его включили этот вопрос когда говорили о том что надо дать вот внешне внешним силам там свою часть им дать возможно я вот про третьи силы я понимаю что это может быть немножко так притянуто за уши но все-таки есть люди которые они может быть даже и делают что-то но они почему-то считают что кто-то еще и не в виде там проведения а вот конкретно вот рабинович там петров сидоров должны ему что-то сделать мы когда смотрим на наших студентов у нас есть как бы две противоположные категории по опыту американской жизни у нас есть ребята которые давно здесь ну или скажем так может быть не так давно но адаптированы может быть два-три года но они уже на ногах стоят что-то зарабатывают язык хороший там это так есть люди буквально самолета у нас их очень мало но но тоже есть и когда мы смотрим на их понимание своей роли нашей роли еще какой-то роли разница колоссальная люди которые только что с самолета они уверены это просто вот ну что вот мы как школа например должны делать такие вещи которые я даже представьте не могу что кто-то вообще такое мог делать но я думаю неужели вот они допустим там живут где-то там в питере москве там в Владивостоке там не знаю где они живут а там чего за них все все делают или они они сами не должны ничего делать или это может быть там за них не делают но они думают что вот я в Америку приеду а там то уж точно за меня должны делать вот свое не хотят делать и кто-то должен за них а есть некая особенность ментальность нашей российская может быть украинская да постсоветская это инфантильность взрослых людей это не про всех в СССР не было такого? было такое это воспитывала система это не руль такой что я вот инфантильный это нехорошо не было некая особенность надо ее принимать президент должен обеспечить ну это такой самый примитивный уровень если уровень другой кто-то там должен помочь вот и люди когда у них все получается когда делают свое дело какое-то и чувствуют себя в своей тарелке на своем пути они как-то от этого отходят когда они оказываются в незнакомой обстановке а приехал в новую страну я не знаю что здесь и как здесь они немножечко возвращаются в это детское состояние что я вот такой ребенок инфантильный мне кто-то должен в этом месте помогать я просто бы этому давал место как говорится и обозначал бы что знаешь есть у тебя какая особенность мы ее видим знаем мы к этому привыкли ну здесь сможешь измениться и почувствовать что ты сам во всем управляешь на курсе очень сложно с людьми инфантильными мне на тренинг потому что когда я говорю что а ты сам можешь запускать важные процессы в свое состояние все что в твоей жизни он говорит не такого не может быть как это я сам могу до этого кто-то из меня это делал помогал и есть соответствующие даже упражнения которые помогают почувствовать что когда-то делали это когда-то мне помогали а сейчас я могу сам вы знаете я вспоминаю как мы приехали 25 лет назад а мы еще языка не знали совсем ну я так точно света может немножко там помогла и ты приезжаешь и тоже как бы тобой занимаются с одной стороны есть родственники которые уже тут пару лет они там как-то нами занимаются есть какие-то общественные организации которые они же и деньги за нас получат слушай они же не подобрать и душевные за нас деньги платят очень должны да они должны и вот они значит не все время не додавали они все время значит что-то такое вот говорят мы вас научим как там мы вам дадим удочку чтобы вы рыбу ловили и научим ловить а мы не приводим вас на работу говорили они мы вас научим самим как это человек который языка нет профессии местные нет там еще что-то нет я думал вот я нахрене твоя удочка мне кушать нечего но у меня зарабатывать надо ну отведи на любую работу пусть там будет я не знаю там 6 долларов в час но я хотя бы буду при деле я начну дальше сам ну как вот абсолютно потерянный абсолютно человек и вот на тебе понимаешь вот и мне тогда тоже очень хотелось быть вот таким маленьким присмотренным знаете небоскребы небоскребы а я маленький такой ну это нормальная естественная ситуация когда необычная обстановка я стараюсь на своих тренингах давать первыми инструменты те которые действуют вот всегда там дальше уже есть что-то более сложное но первые инструменты это какая палочка-вырчалочка то есть всегда знаешь что это с тобой и что это действует всегда и какая бы ни была сложная ситуация надо вот сейчас найти работу за 6 долларов хотя бы вот за 6 долларов решают вот это решается там уже задача посложнее и решать сложнее нужно не время чтобы настроиться правильно это все расставить но скажем так вытащить меня с какого-то дна где я оказался неважно это дно в отношениях, в финансах, в работе хотя бы куда-то немножко приподнять это надо научиться делать за часы даже не за дни а дальше уже какие-то вещи более сложные поэтому вот этому хочется научить прежде всего простые вещи они работают я самыми пользуюсь ну вот такие которые нас поднимают потому что если мы оказались в тяжелой ситуации но всяко есть вариант который получше который полегче значит мы не оптимальны сейчас и мы можем на этот вариант вырулить но вот все-таки вот вот мы идем на тренинг у нас там два дня мы занимаемся жизненных ситуаций есть миллион разных да и например ситуация поиска работы сама по себе может быть мы вполне могли бы сесть там и два дня только этим заниматься нет? можно? вот только вот как при поиске работы, прохождении интервью там как получить внимание, как пройти успешно это интервью чтобы понравиться может два дня чем угодно заниматься нет нет эффективно можно эффективно заниматься но значит тогда получается если мы собираемся на два дня так и мы глобально как бы вопрос как Василий Иванович в мировом масштабе может Василий Иванович? языков не знаю в этикетках запутаюсь все-таки то что мы получаем за два дня мы можем сами пойти и применить где угодно или все-таки в специфической ситуации надо как-то усугубить куда? ну я бы ответил так в цифрах на этот вопрос да, хорошо из группы в 20 человек после двухдневного тренинга которые очень интенсивные которые можно действительно включить в него я бы сказал что 15 человек могут применять эти инструменты в разных ситуациях без дополнительной подготовки 15 человек из 20 это 75% неплохо так не всегда было то есть они сообразят какой инструмент в какую ситуацию да, а у меня есть методичка на эту тему прямо называется в какой ситуации какие инструменты применять это для тех кто лезет сам эти вещи поставить хотя все понятно да, хорошо три человека могли бы это применять везде но им нужно по каждому направлению дополнительная какая-то вот поддержка вот им бы как раз нужен был двухдневный тренинг по трудоустройству там другдневный тренинг по еще чему-то но обычно они обходятся одним чем-то главным иногда это в формате индивидуальной консультации оно стоит не космических денег но вот мы час долбим одну тему и сразу второе обсасываем хорошо двое в ближайшей перспективе эти инструменты применять не смогут обычно они дальше не захотят или не захотят или не смогут да, потому что сказать что я так или иначе управляю событиями в моей жизни это ответственность и получается что если ты управляешь а заехал ты в задницу то внутренний вопрос да и что ты управлял ты это ответственность поэтому два человека это 10 процентов они видимых результатов в ближайшей перспективе не показывают но я часто встречаю таких людей которые скажут что у меня ничего не произошло и потом они говорят знаешь что тут была ситуация я думаю вырулил так а что я сделал ага я сделал вот это для меня же очень важно чтобы эффекты которые происходят чтобы они были прозрачные и понятные чтобы их можно запомнить во я здесь справился я могу это повторить в следующий раз а не то что это был случайно да, случайно может списывать на случайность в следующий раз когда будет какая-то трудная ситуация но я поймаю мое состояние ситуации-то много разных есть ситуация в личных отношениях есть ситуация в работе трудоустройства вот а состояние немного разных есть состояние что у меня уплывает чего-то из рук я стараюсь, 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 скручусь как белка, да, сделаю знакомое состояние многим а уплывает и ничего не получается но это ж может быть и при поиске работы и при поиске лучшей работы чем та которая есть и в личных отношениях да и даже там в рождении детей есть состояние что я нахожусь в ситуации я не знаю куда мне двигаться мне нечего делать я вот потерялся вроде бы есть там какие-то флажки-маячки а я не знаю что мне делать тоже самое это может быть в разных сферах жизни есть состояние когда я знаю чего делать и знаю куда двигаться, а сил нет вот я лежу и мне не встать но это же тоже может касаться разных вещей поэтому я-то как раз работаю я учу вот в этих состояниях чего бы они не касались находить тут правильные инструменты и поворачивать и тогда человек чувствует что я могу это и там сделать и там сделать уже хорошо что они не медикаментов ну уже хорошо что а то тут выпил там допустим там да хорошо поэтому вот да можно два дня просидеть и одну тему педалировать но это как-то дорого и я обычно очень слежу за балансом мне важно что то что я человеку дал то что он заплатил это было в балансе я когда слушаю вас значит я думаю вот что если 15 человек из 20 пошли и сделали трое могут при некотором ну при некоторой поддержке тоже сделать и только два то есть 10 процентов выпали мне лично это говорит только о том что какая-то сортировка людей произошла до того как они сели в класс потому что если вот с улицы взять 20 человек таких результатов не может это может быть двое из 20 там пойдут делать остальные пойдут и выпьют поэтому как-то они все-таки отобрались как отобрались некоторые когда слышно о том что мы можем управлять тем что у нас в жизни происходит говорят о это магия и от они пойдут эзотерика эзотерика да а я сам не люблю все эти вещи магии не люблю но я не люблю их использовать сам я на себе пробую потому что мне интересно какие-то вещи попробовать ну вот я стараюсь все что я делаю было понятно объяснимо и маленькая часть инструментов она остается пока для меня для самого не очень понятно но работает я всегда честно говорю что знаете вот эти вещи я вам сейчас объясню как работает а вот этот кусочек я сам не знаю как но возьмите его всегда есть место не объяснимо мне нечестно вам его не дать потому что я не могу его объяснить но если он рабочий он у вас в копилочке будет где-то выстрелить да ну пожалуйста вот поэтому вот прозрачность этого некоторых людей пугает что мы там будем не знали чем заниматься а вот такой вопрос я помню мы какая-то тема была я говорю что мне приходится со студентами самое сложное что они на самом деле совершенно потрясающие все вот любого берешь вот как он есть то есть они настолько хорошие настолько привлекательные чистые прекрасные люди но они сами на себя или жизнь на них настолько слоев всякого мусора натащила что просто искренне например рассказать что-то о себе он не может он там если приходится по 5 по 7 слоев всякого мусора снимать пока он наконец искренне что-то говорит почему мы такие почему мы почему так сложно быть самим собой что за искусство такое есть такая интересная интересный парадокс мы когда сталкиваемся с трудной ситуацией с какой-то проблемой мы обычно поворачиваем в неправильную сторону условно можно разделить сторону правильно и неправильно это как управление событиями все-все относительно и только время покажет что было правильно что неправильно но я всегда считаю что тот путь где вы чувствуете себя сильнее здоровее расслабленнее и комфортнее Сделали какую-то ошибку, вернули в ту сторону, попали куда не надо. То есть у нас наработанные шаблоны неправильных действий. Мы это передаем нашим детям. То есть нам передали родители, мы передаем. А почему же мы неправильно это передаем? Есть некая привычка, есть очень устойчивые шаблоны, по которым мы действуем. И, скажем, первая часть моих упражнений, первая часть тренинга, иногда это немножко переворачивание мозга. С одной стороны, участники понимают, что в этом есть какая-то правда, потому что он нам прозрачно. С другой стороны, вопрос такой, а как же мы живем обычно? А почему нас так учили? А почему вот мы это делаем так? И так просто здесь делать чуть иначе, просто нужно об этом помнить. Но есть же такие, те, кто водит машину, особенно в непростых условиях, там, где бывает снег, лед, есть рефлекторные наши движения. Они неправильно, они нас обычно приводят к аварии. Неправильно. Надо уметь. Почему они у нас такие, эти движения? Потому что мы в обычной жизни так делаем, а в экстремальных обстоятельствах у нас надо было бы по-другому, а мы продолжаем как обычно. Ну вот, например. Да, можно так сказать, а просто есть некий рефлекс на работе. Наш организм реагирует на приток, там, бактерий, вирусов, повышение температур. И это иногда хорошо. Микробы в этом погибают. Иногда температура повышается настолько высоко, что это уже опасно для жизни. И мы ее сбиваем. Поэтому мы в каких-то рамках эти наши привычные действия, они нормальные для жизни, а в каких-то они нас уводят не в ту сторону. Нам не понять, почему это произошло. И когда мы на нескольких простых примерах в своей жизни понимаем, ага, вот мы повернулись здесь не туда, здесь не туда, я вчера повернул не туда, я позавчера сделал так-то и поэтому получил не тот результат. И я могу сегодня попробовать это перевернуть, то есть в сложной ситуации сделать другое. Вместо того, чтобы передать детям. Да. И понять, что другое. Так. И все. И в условии получается. Таких два-три опыта, иногда это два-три опыта, они за субботу вечером происходят. Я специально рано заканчиваю тренинг в 5 часов, ну, в полшестого, чтобы было время попробовать это все подействовать. И человек смотрит, работает, раз работает, два работает, все, новый механизм наработан и могу использовать. Хорошо. Тогда давайте мы развернемся вот с этой трассы, как бы, когда говорят, а на эту тему очень много пишут, там, семь привычек наиболее успешных людей, как быть успешным. Там вот блогер, там, Саша Квастович, там, Америка для успешных. Ему говорят, а что успешные, это как успешные. Вот, значит, а ты успешный, значит, что такое успешные. Люди успешные, ну, как бы, общепринято успешные. У них вроде все получается, у них там деньги, у них почет, у них там еще что-то, рычаги влияния. Значит, вот эти люди, они с точки зрения управления событиями. Можно сказать, что они все владеют чем-то, причем неврожденно. Вы же понимаете, что если талантливые, гениальные, там, еще что-то. А неврожденно, а вот их, может быть, им, их родители передают что-то. Раз уж мы так, про передачу. Давайте сначала разделим люди, которые, правда, живут гармоничной, успешной жизнью, вот по чесноку внутри. Да. Это одно. Не то, что со стороны. Да. А, говорилось, со стороны люди живут, смотришь, да, у него там все есть, и деньги, и статус, и влияние, а потом вот читаешь в газете, да, он покончил с собой, ну, или еще что-то такое, болеет, или там проблемы с детьми жуткие. Потому что мы, мы привыкли, двигаясь к достижениям в одной сфере, черпать энергию из другой сферы нашей жизни. И происходит такая перекачка. Человек стал успешным и финансово, но у него просили отношения с детьми, с партнером или здоровье, еще чего-то, но зато все смотрят, он такой вот богатый, да, а он лекарства там жрет, и депрессит. Ну, да, гармонично, успешно им. Поэтому вот мы говорим про гармонично, успешно. Это люди, которые или родились, ну, вот так бывает, да, их не научили тому, чему не надо, их не научили этим неправильным шаблонам поведения. Ну, и просто они родились с чувствованием, вот она жизнь, я в нее вписан, и умение поймать свою волну. Управление совпадениями, управление удачей, вроде такие сложные, непривычные словосочетания, да? Да. Как это управление совпадениями? А то есть совпадение, что оно приходит само по себе. А вот нет, и если вы можете увеличить количество совпадений в вашей жизни, больше чем 50 процентов, причем так заметно больше, чем 50 процентов, то, значит, вы управляете этим. Вот. И есть ли кому это дано? От рождения или от какого-то особого воспитания? Угу. Ну, сложно сказать, что это должно быть за воспитание. Я вот своих детей пытался как-то воспитывать в этом ключе, а потом понял, что надо немножко по-другому делать. Отпустить. Да, откорректировал я свою позицию. Но это 5 процентов людей, вот кто с этим изначально родился или вырос, а 95 процентов нас этими навыками от рождения не обладают. Из 95 оставшихся, какой процент, допустим, при желании мог бы обладать. Если бы там вот, не все же могут. В разной степени обладать. Ну, в так степени, чтобы они почувствовали разницу в жизни. Большинство. Ну, я не скажу, что все 95, но там 85 могут обладать. Давайте 10 оставим на исключение. Хорошо, хорошо. Причем кто-то может управлять то какими-то локальными событиями, разрулить пробку на дороге, устроиться на работу. А кто-то умудряется запускать очень крупные процессы, финансовые потоки, в жизни потоки интересные. Знаете, что вот у меня с пробкой на дороге как-то меньше доверия, чем, допустим, устройство на работу. Потому что устройство на работу это как бы я и как я взаимодействую с этими людьми, которые вот они, вот их можно пощупать. А допустим пробка на дороге это я и еще куча всякого народу кроме меня, которые тоже на дороге и которые может быть не хотели бы пробки, но тоже в ней стоят. То есть как бы вот это как-то менее выглядит… Да пожалуйста. Для меня в страну есть два элемента в том и в том взаимодействии. Есть я и есть мир, в котором я нахожусь. И не так важно это пробка с другими участниками или это место работы, куда может быть 100 претендентов, а возьмут меня. То есть они все часть мира за пределами меня. Да, есть все часть мира. И если я умею с этим миром взаимодействовать и настраиваться правильно, то я этим управляю. Еще одна мысль я хотел сказать. Мы вот этими инструментами мы не продавливаем мир. Это не то, что вот мир как ты хотел идти, жизнь хотела идти своим чередом, а мы взяли так вот это, скрутили и в свою сторону продавили. Здесь скорее наоборот, здесь очень тонкое встраивание в волну. Которая есть и сама по себе. Она сама по себе, да. В вашем мире есть там разные участки, разные дороги. Где-то вам прет эта волна, где-то, как я уже говорил, не прет или совсем не прет. И вот умение прочувствовать, где эта волна, она у каждого своя. И поэтому тренинг строится для каждого свой. И даже я в каких-то упражнениях даю разным людям разные рекомендации. Поэтому я не беру в группу 200 человек, это не зал. Ну вот в онлайне вы когда 30 человек ведете? В онлайне я 30 человек веду лично, и поэтому их тоже не 150. Потому что каждый в онлайне получает мне ответы на все свои вопросы. Вот на все. Ну если это не безумие, что человек просто троллит, а если это правда вопросы, то я отвечаю на все вопросы всех участников. на это у нас достаточно. А стролят тоже, да? Ну это редко бывает, люди же заплатили деньги. Ну да. Ну бывает у кого-то с головой нехорошо, и человек там шлет 100 вопросов на одну тему. Угу. Вот. И про волну-то, да. И здесь вопрос, чтобы вот поймать эту волну и встроиться в нее очень тонким образом, не продавливая мир, не продавливая ситуации, не манипулируя жизни, не манипулируя другими людьми. Есть я и мир. Я поймал то место, которое для меня оптимально. Угу. Я знаю, как я туда встроился, я знаю, как мне это поддерживать. Я знаю, что мне делать, когда все складывается хорошо, как мне поддержать и не съехать с этой волны удачи. Более того, я знаю, что мне сделать, если я оттуда все-таки съехал. Потому что бывают болезни, проблемы и прочее. Вот. И я точно знаю, как мне из какого-то кризиса, который может случиться, как мне оттуда выползти. И подняться снова. Это просто встройка вот в эту вот волну. А эта волна у нас у всех есть. Я как бы считаю, что все мы родились, ну, для счастья. И если когда-то этот сперматозоид победил другие в гонке за яйцеклетку, и мы такие родились, такие, какие мы есть, то, ну, значит, не просто так. Окончание очень естественно научное. Да, да. Вот. Вот. Ну, хорошо, друзья. Мы приехали в ту точку, где, значит, мы расстаемся с Михаилом на время. Вот. И в этой же точке мы расстаемся с вами вот тоже на время. и, ну, надо переварить сказанное, а мне еще надо тренинг переваривать. Света, как ты там? Я очень хорошо. Мне нравится. Ну, ладно. Тогда, друзья, вот на этой волне, на этой волне будем считать, что мы со Светой поймали волну. Кому интересно, найдет информацию нужную в интернете. Хорошо. Счастливо, ребят. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Пока. 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 Памppонов. Памpp saturать. Пам fullyед lineage.